Прикормка уникорм Евгения Середы Если помните классический зеленый уникорм, так называемый с приятным запахом, таким универсальный уникорм, запахом аниса он был. Но вот все течет, все меняется, технологии усовершенствуются, все-таки те составы были достаточно простые, но они тоже привлекали на тот момент рыбу. Но вот, наверное, все видят, что рыба стала, как говорят, то ли хитрее, а на самом деле, скорее всего, и то, и другое ее и меньше стало, и она еще и хитрее стала. Потому что, ну, замечено, она тех же поймал-отпустил в очень многих платниках, да, когда рыба, вот, видеокамерой смотрим под водой, да, и карп, который накалывался условно несколько раз, он уже просто боится кушать. Да, насадку, он кушать хочет, но он боится, и как бы это не есть хорошо, конечно. Поэтому, с одной стороны, конечно, рыбу жалко, но здесь каждый решает сам. И рыбаки, которые берут рыбу, они, конечно, хотят ее ловить. Теми старыми прикормками чаще всего на запрессованных, запрессингованных водоемах, многими рыбаками, когда часто там люди, наверное, знают, когда по субботам и воскресеньям особенно приходишь, и плечом к плечу там удочки, грубо говоря, путаются лески, невозможно там два метра найти между друг другом сесть. В этой ситуации те старые составы уже вряд ли будут работать. А вот здесь появилась, скажем так, необходимость изобретать новое, современное, с новыми ингредиентами, более качественная, более мощная и долгоиграющая ароматика и тому подобное. И вот на этой фоне выпустили, мы выпустили вот эту серию прикормок под названием «Тем же уникорм», но Евгения Васильевича Середы. Мы с Евгением Середой работали достаточно долго, много лет, в фирме Сабанеев, если знаете. Он является основателем прикормок уникорма, их составов. Ну вот теперь, скажем так, я отошел в сторону удилищ Сабанеева, а Женя отошел в сторону прикормок. Да, ну вот, скажем так, составы данных прикормок, это такая разработка в большей степени, естественно, его. Дальше на базе вот этих, вот этой подразделения уникорма появилась так называемая Академия Рыбалки, которая, в общем-то, тоже продается и уже известна всем рыболовам. Фактически это параллельная серия, в которой уже принимал участие в составах их, да, именно я. Ну вот сегодня у нас обзор конкретно по уникорму, дальше мы снимем по Академии Рыбалки. Скажу сразу, вот мы магазин Мультифиш, который, в общем-то, он является моим магазином, но Евгений Середа, он наш постоянный участник активный, всех делов магазина и так далее. И он является официальным магазином прикормок уникорм Евгения Середы, как, в общем-то, Академия Рыбалки. Поэтому, как только на производстве что-то появилось, мы получаем буквально в этот же день. У нас прикормки никогда не залеживаются, не застаиваются, поэтому все прикормки у нас свежайшие, так как, ну, я имею непосредственное отношение к производству. И на моем канале YouTube вы можете увидеть видео с производства, как прикормки запаковываются, как работает экструдер, как все это формируется в пакеты, да, на ленте и так далее. Ну, небольшое видео, но кому интересно, можете посмотреть с производства, как все это выглядит. Поэтому, скажем так, все самое свежайшее здесь. Более того, если прикормка здесь лежит, во-первых, мы завозим небольшое количество совсем, да, и она распродается очень быстро, и через каждую неделю у нас приход новый. Поэтому, даже если что-то остается, допустим, более там 2-3 недельки, и сезон кончается, ну, какие-то составы, да, мы просто это отбоем на переработку, и мы получаем совершенно новые, свежайшие составы. Поэтому, если вы не хотите нарваться на подделку, а подделок сейчас, вот, первый год их не было, а теперь они пошли, и мы, соответственно, вынуждены менять, часто из-за них стали, вот, внешний вид пакетов. Если вы видите, в деле раньше был написан мультифиш официальный, там, официальный, да, магазин прикормок уникора мультифиш, сейчас, вот, секреты успеха будет такая, лейбл, да, до этого были мои секреты, сейчас вот с Евгением Середой фото на прикормках. То есть, мы стараемся это менять именно по причине того, что на рынке все чаще и чаще попадается подделка, контрафакт, так называемый. Скажем так, если, поэтому, если вы хотите свежую, гарантированно качественную и по невысокой цене прикормку приобрести уникорм, то, милости просим в магазин мультифиш. В наличии практически всегда вся прикормка, все составы. Ну, бывает исключение, конечно, так как бывает, выбилось там на два дня до поставки, и там основные какие-то составы выбиваются. Ну, тогда лучше позвонить, чтобы вы не приезжали к порогу. А так, в принципе, практически всегда все в наличии. По уникорму мы сделали более 40 составов, но, скажем так, самые популярные, это в районе 30 составов на различные виды рыб, на различные условия. Это, скажем так, по мнению Евгения Середы, а ему, я думаю, можно доверять, он мастер спорта международного класса. Я думаю, так же, как и прикормка уникорм, она первая появилась еще, по-моему, в Советском Союзе. Да, и он ее производитель, еще в домашних условиях начинал ее делать, что называется. Вот. Сейчас это уже достаточно серьезное производство, в котором применяются и импортные компоненты, это ароматика, это перецы различные. В общем-то, по мнению самого Евгения Середы, как я сказал, да, это прикормка уровня сенсас. Кто-то может с этим спорить, кто-то не спорить, я не знаю, ну, скажем так, вот такого, что я где-то слышал явные нарекания, что эта прикормка плохая, там еще что-то нелепится, или это действительно уровень бюджета, совсем нет. То есть, как позиционируют Женя в своих, ну, и надписи были на пакетах такие-то, да, как лозунги, и в своих видео, на своем видеоканале, то это, скажем так, топ-сегмент по цене бюджета. В общем-то, я, наверное, соглашусь с этим и соглашался раньше, пока Академия рыбалки не появилась, но сейчас Академия рыбалки, скажем так, идет либо в ногу, либо чуть-чуть, может быть, где-то в каких-то составах чуть повыше. Но об этом я расскажу в следующем видео об Академии рыбалки. И еще такой немаловажный момент, так как я имею отношение непосредственно к производству уникорма, для своего магазина я часто заказываю партию с повышенным составом, за те же деньги, с повышенным, с концентрацией ароматики, где больше бисквитов и так далее. То есть, где больше переца, допустим, положено вот такое количество положить, я прошу, чтобы вот в такую узкую партию, именно для моего магазина, положили больше. Там того-то, сего-то и так далее. И получается, фактически, мы получаем такой концентрат. И это было и в том году еще. И кто, в общем-то, кому интересно, может найти на просторах инета. Это люди очень часто писали, было много публикаций, где разрываются два пакета абсолютно одинаковых, да, который куплен там условно где-то, да, и который куплен в магазине Multifish в официальном. И человек вот непосредственно показывает на пальцах, что вот видите, здесь там столько-то переца, здесь вот такая-то фракция, здесь его гораздо меньше, там и так далее. Скажем так, это узкие такие вещи, да, такие вот как акции, что ли, я позволяю себе делать для непосредственно своего магазина, для покупателей магазина. Ну, имейте это в виду, да, перейдем дальше. Как я сказал, популярных более 30 составов применяются здесь основное это бисквиты. Бисквиты берутся на кондитерских серьезных производствах, это обрезки коржей, это пряники, любые бисквиты от тортов, еще от чего-то, да, это все перерабатывается, то есть это основная состав. Плюс туда добавляется сухарь, да, и никаких отрубей, что крайне важно, потому что поддельный уникорм, если вы где-то встречались, когда прикормка плохо лепится, это, скорее всего, подделка. Туда добавляется просто вот некачественное, что называется, сырье, которое, ну, ни к чему хорошему, скажем так, на рыбалке не приведет. Наверное, либо вы посмеетесь, когда вы видели, что шар забрасывается, он плывет по течению, даже не тонет. Вот, либо рыбка просто вам не придет, и эта прикормка не имеет своей механики, да, из этой прикормки невозможно сделать то, что вам нужно, потому что путем увлажнения, путем добавления той же миласы или еще чем-то вы можете совершенно кардинально менять механику любой смеси в зависимости от течения, либо стоячей воды, да. Но об этом чуть позже уже с водоемов я расскажу подробнее, потому что это огромная тема, которая на несколько часов, если не дней, наверное. Значит, здесь в уникорме идет деление на под видом рыб, как обычно, с небольшими пояснениями. Все, что написано, это действительно испытано и мной лично, и Евгением Середой, и, в общем-то, и спортсменам. Многие брали и берут на рыбалку, которую, в общем-то, и пишут, и звонят, но сами понимаете, это круг узкий, и все друг друга знают. Ну, давайте начнем, я, наверное, в двух словах скажу, да, еще по составу. То есть здесь добавляются натуральные орехи, да, это арахис, это фундук, это из тех же растений, это конопля, это различные ароматики, кориандр, корица, анис и так далее. Это все натуральная ароматика, и в большей степени она импортная, которая гарантирует долгое время, что она будет держаться. Потому что вы, наверное, тоже сталкивались с дешевыми прикормками, не очень качественными, где вы увлажняли, она вроде пахнет, а полчаса проходит, и у вас фактически там какая-то рука увлажненная есть, от запаха почти ничего не остается. Но вот здесь такого не будет, то есть здесь запах сохраняется, и запах из состава прикормки подобраны на те виды рыб, которые указаны у нас на пакетах. Понятное дело, что чаще, допустим, если указан там карась-чеснок или карась-анис, понятное дело, что карась приплывет, может там вместе с карасем на анис прийти и лечь, он тоже любит анис. Ну, поэтому, скажем так, ну ориентиры грубые, это вот такие. И придем к прикормкам, наверное, уже непосредственно к составу. То есть крайне важная такая прикормка, интересная, и она полюбилась всем. У нас вот сейчас заказов просто, ну не знаю, несколько тонн, если скоро будет уже десятки тонн. Это мотылин ракушка. Вот такая прикормка. Здесь написано мотылин ракушка, она свежайшая, ее больше всего подделывают, будьте очень осторожны, при том, для того, чтобы не раскусили подделку, продают ее практически за те же деньги. Что здесь очень важно? Здесь стоит в составе кровь мотыля, то есть сублимированный мотыль, сублимированный опарыш, мотыльная кровь, как я сказал, да, и в качестве ракушки это молотая ракушка, молотый моллюск. Как здесь вот в составе написано вытяжка моллюсков. Это действительно так и есть, в общем-то. Плюс к этому еще сушеный гомарус. То есть здесь это мощнейший состав. Если вы слышали, многие знают, что такое мотылин магнит, то есть это намного мощнее состав, и именно поэтому мы отказались от мотылин магнита в пользу вот такого состава. Потому что мотылин магнит имел маленькие срок годности, а вот этот состав, он в общем-то срок годности год. Фактически. Ну понятно, что год никогда не лежат, они там лежат максимум две недели, наверное, и то с учетом перевозки к нам и покупателю, куда они уехали. В общем, мотылин ракушка, мощнейшая прикормка, которая работает прекрасно на леща в основном. То есть это убойная вещь на леща, на реках, каналах, стоячем водоеме и так далее. Главное, не забывайте обязательно находить при ловле леща, крайне желательно находить именно ракушечник. Тогда вы без улова не останетесь. Прикормка может добавляться как в чистом виде, да, так и я рекомендую ее мешать с прикормкой. Лещ черная, вот такая вот прикормочка есть написана, лещ черная. Да, точность такая же есть река Белая Рыба и лещ Речная Ракушка. Вот эти вот оптимальные. Если вы хотите собрать, что называется, вот многие у меня просят, состав рабочий. Вот первый рабочий состав я перечислил. Второй момент, если вы настраиваетесь на поимку, у вас там в приловье платва и лещ, да, и хотите всю рыбу собрать, то мотылин ракушка, пакет килограмм, ну, исходя вы сами с порциона, смотрите, просто я люблю кормить много. Сейчас объясню почему. Дальше, вот мотылин ракушка идет первый вариант, второй. Вместе с ним добавляете лещ черная, один к одному. И, в общем-то, все. То есть, это вот такой состав, который будет рабочий. Лещ черная плюс мотылин ракушка. Если хотите собрать, как я вот сказал, да, отвлекся, упустил, еще и платву, вы добавляете сюда платвы. То есть, этот состав проверен, у вас получается платва, мотылин ракушка, плюс рез черная по пакету. Вы все это хозяйство смешиваете. Платва имеет шоколадный запах, да, ракушка имеет другой запах, но, тем не менее, это действительно работает. То есть, запахи могут показаться несочетаемы, да, потому что холодный запах у ракушки, сладкий запах у платвы. Часто это не сочетается. Но вот в этой ситуации мы специально сделали именно по механике и по составам, чтобы они работали совместно, и ароматика это сочетается. Ароматика бывает на разных, скажем так, растворителях и тому подобное, поэтому я не буду углубляться, скажем так, в подробности. Но это допустимо. Для смешивания это работает. Также в составе, значит, уклейка, что сейчас очень актуально по уклейке. Уклеечка у нас дает обалденную муть, которая очень долго держится во всех слоях воды. Не забывайте только, что поймать уклейку. Вы должны примерно каждые 20 секунд, 30 секунд подбрасывать. То есть фактически это получается работа автомата. Вы одной рукой снимаете рыбу, взяли примерно с орех фундука, бросили такую жидкую прикормочку, делаете, чтобы она только лепилась еле-еле, чтобы можно было добросить. Ни в коем случае никакой не сухой. Сделали, забросили, тут же забросили в эту точку, и у вас будет рыба постоянная, вы будете в режиме автомата ловить. Поэтому, скажем так, не ловит только тот, кто что-то неправильно делает. Значит, большое количество прикормок на леща, это лещ, речная ракушка, это полноценное отдельное семейство. То есть, у кого нет мотыли на ракушке, которая с кровью идет, да, с мотыльной кровью, здесь есть все то же самое, только без мотыля и без опарыша. Ну, прикормка, соответственно, будет дешевле, потому что, сами понимаете, мотыль опарыш, он дорогой, поэтому мотылин-ракушка, это, в общем-то, по-моему, самый дорогой сегмент у нас сейчас идет. Лещ, речная ракушка, там, где не написано слово «река», она может использоваться и на реке, и на стоячем водоеме. Концентра, скажем, степень увлажнения прикормки вы регулируете, соответственно, быстроту размываний, либо из фидерной кормушки, да, либо из, ну, соответственно, на точке прикормки, на секторе, если вы ловите поплавочный лук прикормочного шара. Опять же, все прикормки, даже если написано «фидер», они универсальны, они могут работать и на фидер, и для ловли на поплавок. Это долгая была задача сделать такие составы, да, но они получились. Это не тот случай, как с всесезонной резиной, когда она и летом плохо работает, и зимой не держит. А здесь именно момент тот, что степень, нам спасает то, что степень увлажнения мы можем легко двигаться, да, по скорости размывания прикормки из кормушки, либо из прикормочного шара. Соответственно, добавлением туда меласса или еще каких-то составов мы можем тоже регулировать этот момент. По составам я вам могу гарантированно дать определенные составы, которые 100% у вас будут работать. И я настолько в этом уверен, потому что это проверено не только мной, а еще многими спортсменами в том числе, что я даже прошу вас о таком опыте, кому нужны, да, о котором вы можете писать в открытую, чтобы люди видели, потому что я уверен, что 99% будут только положительных отзывов, потому что прикормки очень рабочие. Также, как скажу по, допустим, Сенсасу, что платва Гросс Гордон Сенсас, или, ну, Гордон Сенсас, она практически стоит на Олимпе, и я, например, не знаю ни одного состава прикормок, да их и нет, которые примерно будут похожи по работе. То есть она на платву, это идеальнейшая прикормка. Да, но по лещу, например, Сенсас и, допустим, река Белая Рыба мы много раз использовали. Я любил, я ловлю, да, люблю ловить река Белая Рыба, и вторая, это лещ специи. То вот Сенсас, он проигрывает, потому что по лещу Сенсас работает хуже, чем многие наши прикормки. Тот же Дунаев, там, тот же Гринфишинг и так далее. То есть есть составы у этих прикормок намного лучше и эффективнее, чем тот же Сенсас, и нет смысла за него отдавать бешеные деньги. Далее, давайте по прикормкам еще раз дальше пройдемся. Значит, у нас есть две базы по 3 килограмма. Шикарнейшая, шикарнейшая база, в которую можно добавлять любую прикормку, любой компонент, любой состав. Также ее можно использовать отдельно с любой ароматикой. Вы покупаете любую ароматику любой фирмы, производителя, да, и так далее. И, ну, ловите, что называется, и так далее. И фракция средне-мелкая, видите, да, я думаю. Фракция средне-мелкая, светлая. Здесь большое количество сухаря, большое количество бисквитов и, опять же, нет отрубей. Очень хороший, допустим, состав на карпа, когда летом карпа нужно много кормить, берете эту базу, берете, допустим, карп клубника, да, добавляете туда ароматики. То есть, кукурузки, опарыши чуть-чуть, либо даже без опарыша, и постоянно ловить, ну, в одной точку кормить, и у вас все будет прекрасно. Значит, еще база, супербаза, так называемая, миласа плюс специи. Темная база с добавлением миласа связующей, да, она и запах дает, а главное, и механику связи. То есть, ее чаще всего рекомендую использовать на течении ловли леща, платвы и так далее. Ну, фракция средняя, средне-мелкая, ну, цвет коричневый. Ну, и давайте по прикормкам пройдемся. Значит, серия карп, карась, конопля жареная. Ну, темная прикормка, средне-мелкой фракционности, запах конопли жареной. Вот как вы себе представляете, достаточно мощный, хороший запах жареной конопли. Мы здесь могли бы, и вот это один из составов, куда я не добавил дополнительных для своего магазина, не попросил добавить дополнительной ароматики. Почему? Потому что жареный, запах жаренности часто рыбу, наоборот, отпугивает, когда он мощный. А вот, то есть, бывает, как он срабатывает, как в плюс, так и в минус. Поэтому здесь он, у него средняя концентрация. То есть, та концентрация, которая и в холодной воде, условно, да, там, при плохом, или при плохом крови, не отпугнет рыбку. Так же и она ее точно подтянет. Значит, карась-анис, как слышится, так и пишется, да, хорошая прикормка для ловли карася, средней фракции, с мощным запахом аниса. Она же используется прекрасно на леща, имейте в виду, допустим, если у вас осталась карась-анис, а вы едете за лещом. Поэтому смело берите, допустим, ту же базу, да, или же река-белая рыба, вот она у нас есть, смешивайте, два холодных запаха, они сочетаются, и у вас будет гарантирована рыба. Гарантирована. Главное, вы правильно увлажните и выберите правильно точку. И напишите мне, что действительно вы поймали. Поэтому карась-анис для меня, она одна из универсальных прикормок, которая работает даже больше по лещу, чем по тому же карасю. Значит, лещ, речная ракушка. Соответственно, здесь это то же самое, что мотылин ракушка, только без вытяжки сублинированного опарыша, мотыльной крови. Да, это все, что связано здесь, рубленная ракушка, рубленный моллюст, да, и, соответственно, ароматика газеты из-под мотыля, кто ее нюхал. Вот такая вонючая смесь, которая не нравится рыболову, наверное, да, но очень привлекает рыбу. То есть, поэтому рыба на нее идет. Этот запах, он проверен, поэтому не сомневайтесь. Это тот случай, когда прикормка может запах не нравиться рыболову, но она очень нравится рыбе. Фракция средняя применяется как на стоячем водоеме, так и на течении. Так как речная ракушка не говорит о том, что это река, только применение, да, это просто имеется в виду, что где ракушка живет, что называется, да, и она может применяться для воздаема в стоячем течении рекой. И степень размыва вы регулируете увлажнением. Уклейка, ну, сама за себя говорит, сейчас сезон, поэтому смело побыстрее берите ее, пока она есть. Прикормка желтоватого цвета, темно-желтая такая, да, имеет нейтральный запах, обсыпал себя. Обязательно приловывали уклейки, чтобы потом поймали что-то, да, и написали разводить ее, вот знаете, для какого состояния, помните, в магазинах в советское время был творог в таких колбасках, ее выдавливаешь. То есть задача такая, чтобы сделать увлажнение таким, чтобы шарик можно было руками слепить с ореха, фундук, и он долетел просто до того места, где поплавок. Вот, и какао начинает оседать, вот эта муть, она вся должна столбом быть по всей толще воды. И каждые 20 секунд вы подкармливаете по такому маленькому шарику. Уклейка у вас будет. Карпслива. Ну, соответственно, средняя прикормка, почему мелкосредняя? Почему мелкосредняя? Потому что карпслива это такая ароматика, которая работает по холодной воде очень хорошо на карпа. То есть карп клубника не очень хорошо работает, какие-то кукурузы тем более. Но по холодной воде карпслива, и он же, кстати говоря, работает по холодной осенней именно воде на леща. Это я вам уже такие секреты говорю. Попробуйте как-нибудь, и вы очень удивитесь, что на карпслива кто ко мне подходил, когда у людей ноль, а у меня там, грубо говоря, 20 килограмм леща, и, ну, люди, кто меня знает, там на форумах не дадут соврать. Все это было известно, я выкладывал и фото, и так далее. Да, они очень удивлялись, на что я ловлю, да, и когда я показывал, что это карпслива, они говорят, что мы думали, что карп, это карп, значит. Я говорю, ну, это же мы пишем, мы, да, а рыба-то не читать не умеет, она по запаху, я просто понимаю, что это сладкий запах, что фракция та, которая хорошо работает, мы ее просеиваю осенью, да, добавляю там жирности какой-то, чуть-чуть, с грунта земли обязательно, да, которые муть создает и доставляет прикормку и так далее. Ну, это вот отдельно, я видео сниму по грунтам, это огромный разговор, вот. Поэтому карпслива, это вот такой вот маленький бонусик, совет использовать ее по осени. А вообще на карп она, естественно, прекрасно идет, но по моему опыту карпслива на лето все-таки приоритетнее карп клубника, либо карп кукуруза, на теплую воду я имею в виду. Но, естественно, это не так, что вот там карпслива летом не работает. Нет, работает, просто она, если в массе своей, у меня опыт большой в плане водоемов, я там ловил где-бы-то на огромном количестве, и вот в массе своей, если брать, все-таки качество, ну, привлекательная способность, все-таки слива, она на потеплой воде ниже, чем вот предыдущих двух. Следующий супер микс трофей. Крупнофракционная прикормка, здесь она работает не как самодостаточная, а как добавка обязательно. Здесь большое количество орехов крупных и перца разнокалиберного, семечек и тому подобные, куски бисквитов. То есть, это та добавка, которая нужна для карпа в карповых прикормках для того, чтобы удержать рыбу на точке, либо крупного леща, сазана и так далее. Поэтому берем горсть отсюда и смешиваем там с каким-то другой прикормкой, лещевой или карповой и так далее. Очень популярная прикормка, в которой люди забирают ее просто шикарно. Говорят, что на сазана она работает просто изумительно на крупного карпа. Берут ее и берут, допустим, карп-клубнику. Либо ее, и у нас есть такая прикормочка, сейчас вам найду. Вот она, смотрите, это карп и сазан, опять же. Карп, карась, сазан, крупная фракция и вот такая. Вот два состава. Ну, смешиваем, да, и работаем. Карп-приправы. Такая же карповая прикормка, как и карп-клубника, только с другим ароматом. В общем-то и все. Почему? Потому что бывают холодные платники, холодные водоемы с карасем, где бьют ключи и на таких водоемах не будет работать прикормка карп-клубника, карп-кукуруза, карась-кукуруза, там клубника еще. В общем, сладкие запахи. На таких водоемах будет работать именно холодные запахи. Поэтому они и будут работать, они всегда работают. И вот если даже вы под наспор можете с кем-то забиться, да, и вот вдвоем сядете, там главное расстояние метров 20, что было, и вот три рыбалки подряд отделаете, я вас уверяю, будет 3-0 в пользу приправы, даже если человек будет уметь лучше вас ловить. Она соберет рыбу. Значит, свет коричневый, ну, запах приправами. То есть там нотки кориандра, нотки барбариса, что-то такое есть. Плотва классическая, шоколадно-бисквитный запах, ванильный такой, коричневый цвет, мелкая фракция, прикормка классическая на плоту, хорошо лепится, хорошо отдает с частичками большого количества лифтинга, который плоту привлекает там на течение, либо так столб делает, если в настоящей водоеме ловите, да. Ну, соответственно, если вы ловите, допустим, плоту на фидер, на реке, что рекомендую? Плотва, река, белая рыба. Пожалуйста. Ловим, допустим, разнорыбицу. Плотва на реке, ну, не на реке, допустим, на стоячей водоеме. Берем плотву и берем решечная ракушка. То есть это мы ловим на, и там для объема, если это лето и рыбы много, то в базу. Дальше очень популярная прикормка, именно мне она нравится, я люблю темные прикормки, и не только весной, ну, не только по холодной воде их использую. Это лещ черный. Средне-мелкая фракция. Запах очень интересный, передать его тяжело. Это вот тот единственный запах, с которым мы долго работали, и он полухолодный, полусладкий. Что напоминает? Напоминает холодный шоколад, я бы так сказал. Соответственно, все прикормки могут друг с другом сочетаться. Но имейте в виду, что по запахам, что чаще всего постарайтесь все-таки смешивать сладкие со сладкими запахами, либо сладкие с нейтральными. А холодные с холодными. То есть, я люблю именно холодные запахи. Вот по моему опыту, многолетнему, да, и не только моему, что происходит так, что холодные запахи часто выигрывают. В большинстве случаев у сладких запахов именно по лещу, допустим, да, либо по карасю, тоже такое, но не по плотве. Плотва любит шоколадные нотки. Ну, об этом позже я расскажу, да, когда уже коснемся, может быть, с водоема даже. Значит, карп, трофей, эксклюзив, средняя фракция с вкраплением крупненьких бисквитов, пелеца, запах, ягодный микс, так называемый. Вот, если понимаете, я думаю, понимаете. То есть, здесь и клубника, и нотки земляники, и так далее. То есть, хорошая прикормка на карпа с мощным стойким запахом. Поэтому на холодную, вруду, на теплую воду смело берите. Карп-клубника, ну, карповая смесь, соответственно, да, и средняя фракция с запахом стойким клубники. Наиболее популярна на 80% московских, подмосковных, там, и средней полосы России коммерческих водоемов. Поэтому, кто хочет поймать карпа, берем 2 пакета клубники, пол-пакета, там, четверть пакета микса крупнофракционного. Например, берем кукурузу-бандуэль, горстку, так вот перетираем и вываливаем. Задача такая, в целом, скажу, да, чтобы в прикормке не должна быть фракция клубни крупнее, чем на крючке. Вот этого пытайтесь добиться, чтобы всегда прикормка, насадка у вас выделялась на форме общей прикормки. Поэтому кукурузу крупными зернами не надо сыпать. Гейзер, активный лифтинг. Кто знает, ВДЕ Турбо от Марсель Ван Де Энде, это вот похожая вещь очень. Мы по образу и подобию делали эту прикормку, поэтому эта прикормка тоже идет в большей степени как добавка для тех смесей, где нужно максимальное количество лифтинга и гейзер. Такое вот получается, то есть частички доходят до верха воды и вниз опускаются. Получается такая вот постоянная работа лифтинга активного. Карп кукуруза, то же самое карп клубника, как карп слива, имеет чуть-чуть более светлый тон и, соответственно, хороший запах кукурузы. Лещо-речная ракушка, но о ней я сказал в начале. Повторю только то, что это универсальная прикормка. Качественная, очень хорошая, очень хорошо привлекающая рыба, со стойким запахом, который в составе натуральные и очень дорогие качественные компоненты. Карась-чеснок. Лещ-специи. Это вторая после белой рыбы, но вместе, не то, что первое место и второе место, нет, это единое целое. Моя одна из любимых прикормок, которые я очень часто использую. Она имеет холодный запах барбариса. Я его люблю и рыбу любят. И мы много раз соревновались, когда я кормлю этой прикормкой, рядом кормят кто-то сладкой, то, в общем-то, эта прикормка всегда выигрывает по количеству рыбы, как на стоячем водоеме, так и на реке. Но на реке рекой Меду использовать еще более мощную ароматику. Карп-карась душистый жмых. Все помнят по советскому времени соски на карпа и так далее. Жмых покупали еще в таких прессованных, если помните, да, там тонких, полуподбочек, такие вещи, да. То же самое, то есть это жмых фактически, да, с запахом жмыха, но добавлением бисквита и панировочного сухаря. Хорошо применяется на карпа, на карася. Многие любят ловить на фидер-метод, все более популярен он становится, поэтому мы выпустили прикормку фидер-метод карп для ловли карпа в стиле мета. То есть она медленно размывается, специально для флет-метода, для методных кормушек. Запах также ягодный. И достаточно, кстати, интенсивный и долгостойкий. По цвету фракции коричневая. Коричнево-красный. Так, в общих словах, наверное, вот так. Повторюсь, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Только для подписчиков мы будем проводить и уже проводим, и уже много раз дали акцию по бесплатным запасным частям, к удилищам, купленным у нас в магазине. И только подписчики на социальные сети будут иметь право участвовать и участвуют в этих акциях. Поэтому, если кому нужна поддержка запасными частями по удилищам, и люди хотят быть уверенным, что они смогут получить их в период действия акции, покупайте удилище в Multifish. Цены лучшие, условия лучшие, никто такого не проводит. Если вы хотите покупать прикормки у Никорм Евгения Середы, это официальный магазин прикормок у Никорм Евгения Середы. Он называется Multifish. Прикормка всегда свежайшая. За качество мы отвечаем. А как бонус, многие составы фактически концентраты. То есть такого вы не найдете нигде. Всего вам доброго и до новых встреч.